Мы сисев будем раскрывать, ребята. Вот одна из тем. Не видно. Ну, это классическая схема в европейских странах. Снять вверх для женщин, это, я не знаю, что это. Это, наверное, круто. Потому что, сколько прошлись, три или пять человек в вес ходят. Ну, знаешь, ну, ладно бы там молодые, симпатичные козочки. Да, я говорю, если бы молодая, красивая девушка лежала с силиконовой грудью. Зачем силиконовой грудью? Ну, неважно. Как бы это одно. А вот, по пляжу. То есть, ничем не отличается от Азовского моря. По пляжу все так же носят. Вон мужчина идет, несет черешню, клубнику. До этого носили пончики. То есть, тема сисек раскрыта. Ну, раскрыта. То есть, вот сколько бы мы ни шли, все равно европейцев очень много. И в основном... Эти люди нас учат не ковыряться в носу. Это анекдот. В основном, скажем так, бабы, женщины престарелого возраста, у которых, собственно говоря, уже есть что прятать, а не показывать. Но это здесь классика. То есть, этого здесь предостаточно на пляже. И, ну, никого это не смущает. То есть, тут дети тебе, тут женщины в возрасте. Ну, не знаем, как бы. Да, мужиков мы пока что не видели, но вот то, что видели, вот мы вам показали. То есть, это пляжи Малии. Мы пришли на пляжи Малии. Все пляжи оборудованы. Как бы везде стоят зонтики-шезлонги. Пляжи хорошие. Вон, можно посмотреть даже на зонтики. Чей-то бюсгальтерси, это самое, висит, да. Видимо, либо приплыл. Вот там очень красиво, да. Там горы. То есть, как отель называется? Ну, видимо, называется вот. Се-стар. Пич-хотел. Фео-стар. Ну да, это ист. Да. Мы с вами идем дальше, но мы уже находимся на территории городка Малия, только мы идем вдоль побережья. По отелям. По отелям, да. Пока не выгнали. Пока не выгнали. А, ну, тут достаточное количество. То есть, тут люди отдыхают, кушают. Сейчас мы спустимся еще ниже. И пройдем еще правее. А на островке-то церковушка стоит? Вот здесь еще, да. На островке вон церковушка стоит. Там люди есть. Не знаем, что за церковушка, не знаем, что это за островок. Службы нара проходят. Возможно, но отсюда видно, что там какие-то люди есть. Вот здесь дикий пляж. То есть, тут можно постелить просто полотенечко, лечь, никому не мешать. Тут кто-то кушает, кто-то просто отдыхает. А мы продолжаем свой путь по побережью Средиземного моря. Возвращение о пляжах региона Малия. Ну, столи, да, Малия. То есть, этого региончика. То есть, мы прошли... Кстати, знаешь, что значит Малия? На старогреческом. Волос. Волос. Вот, видите. Теперь вы будете знать, уважаемые зрители канала YouTube, что значит Малия. Малия это в переводе с греческого волос. Старогреческого. Значит, мы находимся опять на одном из пляжей отеля. Не могу сказать, как называется отель. Может быть, просто кафешки. То есть, мы можем наблюдать вот здесь вот такую картину. То есть, это не грязь. Не подумайте, что это грязь. Это водоросли. Но мало кому будет приятно зайти в море вот именно в таком месте. А дальше вообще все полугано. Дальше это просто катастрофа. Никто это... Нет, народ идет рыбу ловить. Да, слышишь, горпунь, грубо говоря. Покренеть просто. Вот это рыбачилие. Вот, видите, пошел с горпуном. То есть, сейчас он настреляет себе сельдявки и будет себе... Жрать хочет. А мы сейчас понаблюдаем за этой картиной. Мы сейчас вот здесь вот постоим. Постоим, посмотрим, как мужчина ловит с горпуна рыбу. Сокрай, без очков и ничего. Как он собрал рыбу? Ну, может быть, не рыбу, а русалку. А, какую-нибудь бабу сейчас и по горячему. Кто там знает, зачем он пошел? Нет, он пошел его помыть. Нет, стреляет. Ты видишь, что делает? Что, стрельнула? Да. Да, видишь, стрельнула. А где рыба? Нет рыбы. Здесь рыбы нет. Но здесь есть очень пляжи с водорослями. Очень плохие пляжи с водорослями. Это факт. Вот то, о чем мы говорили. Черешня, клубника, значит, в магазинах мы вчера были. Значит, килограмм черешин стоит 7,79 евро. Килограмм клубники стоит 3,49 евро. За пугаром. Печальный. Печальный пляж. Печальный пляж. Ничего он не тащит. Ничего он не поймал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!